Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Кредиты привлекают в основном строители. За 9 месяцев банки выдали представителям этого сегмента 4 миллиарда рублей. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отмечают в Кировском отделении Центробанка, отрасли поддержали льготные ипотечные программы. Программа Экономика. Коррупционных преступлений в Кировской области стало больше почти в два раза. За год их выявили более 3000. В 2020 году цифра составляла 2300 случаев. В суды направили 26 заявлений на сумму свыше 16 миллионов рублей. Так, в казну государства ушла квартира стоимостью почти 3 миллиона экс-муниципального служащего из Афанасьевского района, купленные на неподтвержденные доходы. Еще 10 миллионов должен по решению суда супруг чиновницы Роспотребнадзора. Эту сумму он вложил в уставный капитал коммерческой компании, но законность происхождения денег ему подтвердить не удалось. Всего прокурорские проверки выявили более 750 фактов недостоверных данных о доходах. Также продолжают кировские чиновники и служащие игнорировать запрет на трудоустройство родственников поближе к себе и незаконно начисляют премии себе и другим. В этом году задокументировано 74 таких факта. В прошлом – 49. Экономика. На 101 ФМ. Новый тариф за мусор в Кировской области станет известен до 20 декабря. Об этом рассказали в РСТ. Плата за коммуналку для кировчан повысится на 8%, для жителей Кирова-Чепецка – на 6,3%, для жителей области – на 4%. При этом более высокие цифры в областном центре обусловлены концессией по обслуживанию теплосетей. Глава региональной службы по тарифам Максим Михайлов обозначил, что точные коэффициенты повышений будут обнародованы до конца года. Тарифы на газ, тепло, водоснабжение и водоотведение и на ТКО утвердят в срок до 20 декабря, а на электроэнергию – до 31 декабря. Повысят тарифы с 1 июля следующего года. И о валюте в завершении выпуска. Официальный доллар сегодня 73,61 рубля, для Евро Центробанк установил курс 83,12 рубля. Анна Лапшина, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101FM Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова